Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос Почему нельзя клясться? Я думаю, что в духовной жизни нельзя руководствоваться категоричностями Крайностями Еви Господь сказал, что нельзя есть плода Чем закончилось? Сами знаете Поэтому если мы ставим все какие-то границы в рамках нельзя-нельзя То мы всегда, как та Ева, будем стремиться к тому, что нельзя Как апостол Павел сказал, все мне можно, но не все полезно Можно, но не всегда это приводит к хорошему результату Вот тут, в частности, об этом у нас апостол Яков говорил Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвы Но да будет в вас Да, да, нет, нет Дабы вам не попасть под осуждение На самом деле все формы клятв Они сверх придумали того, что наложил на нас Господь И вот в частности определением своим апостол сказал Скажи да, пускай твое слово будет да Или скажи нет, и твое слово будет нет Помните, есть такое понятие разгильдяй Раньше у купцов русских считалось слово купеческое Без клятв, без ничего Это просто слово И если вдруг купец нарушал свое слово Его изгоняли из гильдии И он становился разгильдяем Разгильдяем становятся всякие человек Которые нарушают данное слово Данное слово Оно заставляет человека Быть рабом своего слова Поэтому даже если ты не клянешься А просто говоришь свои слова Всегда думай Что в конце пути тебя ждет Каждое слово Оно может быть, конечно, всякое Всякое мое желание Оно может не осуществиться Это факт Но если ты уже подтвердил свое слово Обещанием В частности, бывает обеты Богу Даже в Ветхом Завете В Второзаконе Есть строчка Которая говорит Богу обеты данные Исполняй Не исполненный обет Богу Будьте его суждением Поэтому Клясться или не клясться Смотрите сами Все мне можно Но не все полезно Лучше взвешивая слова Говорить да Да И делать да Или нет Нет И делать нет Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok